Я хотел бы, друзья, перед тем, как начну с вами делиться, я знаю, друзья, что сегодня вторник, я не ошибся? Я знаю, что сегодня уже поздно, 7 часов вечера, да, где-то сейчас? И столько много людей собралось, чтобы услышать, я верю, уже в Господь. Уже в Господь. Скажу, друзья, откровенно, перед тем, как я перейду с вами делиться, это, многого интересного вы услышите, за все, при всем своем желании, при всей любви к вам, я не смогу вам много сказать, поэтому я немножечко, немножко с вами поговорю о книге «Отправения» и буду говорить потом ускоренно, буду говорить ускоренно, вы потом привыкнете и будете слушать быстро. Я помню, в молодости, идем мы после училища, и одного парня, цыганка, выхватила, потянула за киоск, и что ты ему говорила? Он выходит такой перепуганный. Что она тебе говорила? Мы так спрашиваем, что она тебе говорила? Она говорит, она так быстро говорила, что я ничего не понял. Мы засмеялись, говорили, что не она быстро говорила, а то ты мне для нас слушала. Поэтому, друзья, мне придется быстро говорить, а вам придется быстро слушать. И тогда результат будет. Я хотел бы, понимаю, что книга «Откровения», она приносит немножечко сразу, знаете, какой-то дискомфорт и настороженность. Люди, которые особенно имеют какое-то уже убеждение, имеют какое-то знание. Вот сегодня, друзья, буквально была пастерская встреча областная, и я приехал, когда среди пасторов, много пасторов собралось, и я поднял эту тему. По последнему времени я услышал столько откровений, столько версий, столько всего, и только пытаясь что-то как-то донести. А вот как вам такой взгляд? Да нет, это не может быть, это не то, да, все это. Почему не может быть? Потому что есть четыре, говорит, признанных уже классические, вы что так назвали, классические четыре варианта, которые учат всех в институтах, там, где бы люди не учили, их этому обучают. Классно. И я не претендую на истину. И я сегодня, друзья, буду с вами делиться, и я не говорю, что это истина. Я с вами просто буду делиться, а вы послушайте, и мудрые уразумеют, мудрые что-то для себя возьмут. Дух Святой, Он говорит, нет надобности, чтобы кто учил вас. Потому что помазание, которое вы имеете, оно научит вас. Просто я хотел бы, друзья, сейчас пригласить сюда, на это место для не короткого свидетельства, сестру Лину. Она приехала с города Алчевска, и так Бог усмотрел, что они пришли в нашу церковь, в городе Золотоноша. И так как я в нашей церкви уже проповедую давно о последнем времени, они попали как раз на такой урок, что им хотелось бы слышать, но если мне объяснить перед этим, что я говорил, им будет сложно понять, что я дальше буду говорить. Я вынужден был к ним приехать домой, собралось две семьи всего лишь, и мы провели прекрасное время, это было время от Господа. И по сути, вот так родилось желание мое приехать к служителю Юрию, где он служит в ячейках, и поделиться на ячейках. Но он говорит, есть люди, которые не только с моей ячейки хотят прийти, послушать. И слава Господу, друзья, за то, что у вас есть желание слушать. Я думаю, что вы не будете разочарованы. А сейчас почему я хотел бы пригласить сестру Лину? Для того, чтобы вы услышали немножко мнение человека, который давно в церкви находился в другой харизматической в городе Алчевске, по причине вот этой войны, которая происходит. Они сейчас в гонениях, в скитаниях, и вот так они появились в этой церкви. И услышали, и вот то, что она пережила, то, что она переживает. Я думаю, вам будет это приятно. И потом я хотел бы, друзья, с вами поделиться также, чтобы немножко сказал, перед тем, как я буду учить, для меня очень хороший человек, великий для меня человек. Хотя он всегда говорит, что великий Иисус Христос. Но для меня это знаменательный человек. Это мой первый пастор Игорь, который сегодня также присутствует. Он с Горловки, потому что я сам с города Горловки приехал сюда, в Черкащину, трудиться. И сегодня мы знаем, что тоже в Горловке не очень хорошая, благоприятная обстановка. И святые люди в скитаниях находятся, находятся в разъездах. И так Бог усмотрел, что он как раз эти дни приехал ко мне в гости. И я знаю, что у него есть тоже слово для вас. Потому что он сегодня был со мной на пасторской. И он слышал, он видел. И мы когда уже ехали домой, приехали в Золотоношу, и потом опять приехали сюда, к вам. Я думаю, что он тоже с вами поделится. Алина, пожалуйста, выйди. Скажи то, что у тебя лежит на сердце. А потом пастор выйдет Игорь. Добрый вечер. Мне, правда, право неловко. Но меня зовут Лина из Алчевска. Вот это тоже называется переселенцы. Как бы очень город. Я знаю, что сидишь даже три минуты. Я постараюсь в них ложиться. Вот эту песню. Ты можешь мне все дать, ты можешь все забрать. Мы пели очень часто в церкви. И получилось так, что Бог нам дал все. Дом, нам дал Бог детей. Нам Бог дал церковь, которую мы посещали 20 лет. Нам выдал свое здание. Ну, как бы все. Настолько была стабильность, что мы не думали, что стабильность. Что такое стабильность. В один момент мы уехали с города с детками буквально за три часа. Нам позвонили, сказали, я три часа. Быстро собирайтесь и уезжайте. Мы были одно время в Киеве. Ну, то, чтобы мы понимали, да. Мы ходили в большую церковь. Мы жили в Киеве. Я не буду называть эту церковь. Это хорошая церковь. Но мы ходили и ходили. И мы понимали, что внутри пусто. Естественно, мы надломлены. Естественно, что церковь вся в России. У нас была достаточно большая церковь. Нету пастора, нету друзей, нету никого. И приходим на собрание. И, честно говоря, я даже до конца не достиживала. Ну, вот такой грех на мне. И я думаю, что такое? Почему? Ну, все списывали на то, что тяжелое время. И с этим ранен мы. Понимаете, что оставить все. Остаться в том, чем остаться. В июне месяце в тапочках и шортах. Это не так легко на самом деле. И мы даже за золотону что не слышали. Ну, не знали, что такое такое город. Но за Черкассой как бы слышали. Понятно, что центр Украины. На золотону что не знали. И с друзьями, с нашей семьей тоже. Как-то так получилось, что мы решили поехать туда. Мы поехали в ужаснуюсь, конечно, немножко. И начали искать церковь. Без церкви нельзя. Я там понимаю, без церкви нельзя. Был вообще целый комикс. Мы по рынку ходили. Где такая церковь? А тут там ничего. Там ничего. Туда не ходите. Там надо и сетину давать. В общем, апартирот, наша церковь. Вот когда мы пришли. Чужие люди. Чужое здание. Все чужое. Мы сели на задний ряд. Я закрыла глаза. И за последнее время, за долго, за полгода, может за год, может за два, я услышала. Кто-то подошел меня вот так от меня. Понимаете, вот это вот чувство. И я поняла, что я дома. Раз, конечно, пастор, спасибо еще раз. Просто низкий поклон. Моему жмолатину нас приняли как апостолов каких-то. Вот это то, что меня обнял Господь. То, что я не переживала. Долгое время. Может, мы закостенели. Может, мы стали теплыми. Да, вот это вот чувство. Когда ты сидишь, и ты понимаешь, что ты попал в семью. Что ты попал. Вот эти люди, они совсем не чужие. Они такие близкие. Они такие родные. Они самые лучшие люди, которые есть сегодня. И что Бог нас не оставит. И потом пастор еще выделил время. Нас собрал. У нас, где мы снимаем жилье. А две семьи и учил вот это слово по откровению. И опять-таки, я первый раз за последнее время, за долгое какое-то время, я поняла, что такое пища. Понимаете? Когда ты ложишься спать, а твой дух что-то жует. Не просто пьет воду суррогатом, да, вот это, а вот просто что-то жует. Вот это пища, которая нас начала питать. Которое мы получили, ну, то есть, вот то, что на самом деле, наверное, нужно. Вот то, что было нужно нам. То, что нужно для нашего духа, для нашего тела, для наших мозгов. Мозги начали работать. Дочка в Киеве говорит, мама, ты не пропускай ни одного собрания. Ты, пожалуйста, все ходи, все конспектируй. Ты будешь мне точности говорить, что там лучше. Потому что это так надо. Но это на самом деле надо. Ну, вот то, что я хотела сказать. Пастор, спасибо. Извините, если что, не там. Спасибо большое. Семь минут. Скажу, перед тем, как мастер Василий поделится с вами. Знаете, два места писания напомню. Это первое, где апостол Павел говорит, «Когда я приходил к вам, я желал мне знать ничего, кроме Христа распятого». И другое место писания, где он пишет, говорит, «Что было для меня преимуществом, то я пошел в щитой, ради превосходства, познания Господа моего Иисуса». То есть, для того, чтобы… И для чего он говорит, чтобы не знать Иисуса Христа, не знать ничего, кроме Христа распятого? Для того, чтобы слово и проповедь было в силе и в двери. И я так вспомнил пример, я когда-то учился в высшем учебном заведении, и у нас был такой предмет рационализации и изобретений. Предмет такой факультативный, можно было посечать, можно нет. И вот когда мне приходилось бывать на этом предмете, я довольно с интересом слушал. Многие изобретения, вот то, что мы сегодня пользуемся благами цивилизации, они бы изобретались невероятным способом. Но я запомнил одно. Этот преподаватель, он рассказал такой пример, может быть, кто-то точнее знает, но это во времена Советского Союза, когда была холодная война, гонка вооружений. И в Советском Союзе был изобретен, опять же, я тонкости не знаю, флот, военный флот среднего класса, который по своим характеристикам превосходил многократно такой же подобный в Соединенных Штатах. И в Пентагоне было сделано такое решение, чтобы как можно скорее постановить этот баланс. Было дано задание конструкторам в области мореплавания, судостроения. И было такое задание. И они занялись разработкой этого задания. Но спустя какое-то время зашли в тупик. И тогда было принято решение, то есть невероятное решение, отдать подобную задачу специалистам в области воздухоплавания, самолетостроения. То есть людям, которые в этой области, они знали, имели базовое образование, но в то же время они не знали многих тонкостей. И он говорит, невероятно, но произошло чудо, можно сказать. Был изобретен этими конструкторами, которые не знали многих тонкостей того, что знали те, которые занимались в этой области. Были специалистами, знали многие тонкости, знали опыт предшественников. Они имели, знали какое-то общее познание, но они, казалось бы, вопреки всему, они изобрели этот флот, который был запущен в производство на то время, который происходил по всем характеристикам, вопреки всему, потому что они многое не знали. Вы знаете, сегодня мы живем в то время, когда у нас проблема не от недостатка информации, а от преизбытка. И в нас сложились такие определенные какие-то, мы опираемся на опыт, ни в коем случае не хочу уничижить людей, которые занимались, занимаются в области исследования писаний. Но вы знаете, я почему вспомнил этот пример, я перед этим привел два места писания, что часто для того, чтобы познать иногда вот это знание предыдущих поколений, которое было актуально для того времени, сегодня может являться тормозом. Я ни в коем случае не посягаю на основы, на какие-то начала, которые все проходим одинаково. Но я имею в виду, когда мы сталкиваемся с откровением Слова Божьего. И поэтому вот я привел такое сравнение, человеческий пример, что мне, нам многое мешает, мешает именно опыт предыдущий, казалось бы, полезный для изучения, научения, но для того, чтобы открылась глубина Слова Божьего, не для празднования любопытства. Когда-то мы молились на домашней группе, это было лет 15 назад, и сестре было видение. Она увидела книгу Библию, в которой листали все страницы, и пролистали все страницы, и остановились на последнем, на книге Откровения. Ну, мы ей сказали, сестра, ты видела это видение? Молись. Что это значит? Она молилась, мы молились, она, я не знаю, тогда сразу или чуть попозже, она сказала, что Господь открывает, что сегодня мы живем во времена предшествий вот этих событий, которые написаны в книге Откровения. И поэтому, я пытался, многократно тоже изучал различные варианты, изучая очередной вариант, я приходил к выводу, все правильно, так оно и есть, изучал другой, говорил, тоже правильно, и так, и так далее, потом я сравнил варианты, и они были прямо противоохоронны. Поэтому, но Господь желает, чтобы мы стремились, даже если мы неправильно что-то понимаем, даже, может быть, мы в чем-то заблудимся, но если есть стремление, знаете, лежать на диване и думать, что придет озарение, придет жажда ревна, и надо делать над собой какое-то усилие, потому что имя ныне такое славное и в то же время грозное предупреждающее время, для того, чтобы, как Христос сказал, подствуйте и молитесь, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Это книга Откровения, сегодня Господь желает открывать, поэтому вот это исследование, благословенное исследование, не очень, может быть, стоит огорчаться, если мы к чем-то приходим, к какому-то непониманию, должно быть стремление, поэтому я вот сделал такое маленькое вступление, благословить Господь, пастора Василия, поделиться словом, ну и все мы, конечно, должны, приходя сюда, расходя за караву, дверь за собой в комнате, обращаться к Господу, говорить, Господи, Ты написал эту книгу, не до того, чтобы она стала запечатана, Ты предупреждаешь, и сказать, что сегодня время, это предверя. Да благословите нас Господь. Аминь. Спасибо. Пастор Игорь, я, друзья, начну с простых слов, которые Бог открыл мне. Что касается самой книги Откровения, друзья, то, что вы понимали, я сразу наперед вам скажу, что это не есть мое личное откровение, которое я, знаете, лежал под домом, искал, молился, и Бог открыл. Нет. Это есть откровение общее, такое, громадное. Масса людей, братьев и сестер, которые исследовали Слово Божье, да, которые копались, молились, просили, и когда мне приходилось общаться, слышать вот этих людей, которые, вот даже один из служителей, который на протяжении 12 лет, и вот он у меня будет, если бы все было в феврале в гостях, так тоже интересно, Бог устроил с Канады, он сам, русский, сам украинец, так Бог позаботился о нем. Так вот они в церкви, только они одни, 12, на протяжении 12 лет, каждую пятницу, каждую пятницу, на протяжении 12 лет, группой собирались для исследования откровения Иоанна Богослова. И перед этим, всю неделю, они читали каждый день полностью откровения Иоанна Богослова. Когда, знаешь, общаешься с такими людьми, и кто-то начинает там доктрины какие-то рассказывать, я не против никаких доктрин. Ну, для меня вот этот уже показатель первый, и что мне больше всего понравилось в исследовании, в общении с этими божественными служителями, это то, что они сказали на протяжении 12 лет, мы взяли за правило, вот как за столб и утверждение не доказывать, что это истина. А как вы смотрите на вот такой вариант? А как вы смотрите на вот такой вариант? А вот как вы смотрите на такой вариант? А вот если вот такой вариант, и вы знаете, действительно, вот в таком подходе 12 лет, они увидели, что на протяжении 12 лет очень многое Бог им открыл. И вот когда я общался с этим служителем, то я был очень благословлен, и так как для меня тема откровения Ивана Богослова это на самом деле очень такая интересная, я по крайней мере сколько себя помню, наверное, в христианской жизни, я всегда интересовался откровениями. И вот подобные люди у меня, вот как Юра говорит, мы сблизились, потому что он увидел во мне подобие. Вот аналогично и я вижу подобных людей, которые исследуют, которые жуют, которые не боятся, которые вопреки вот этим четырех уже утвержденных, они исследуют, я смотрю, на самом деле картина не такая, какая нарисована. И поэтому я, друзья, с вами поделюсь для того, чтобы вопрос у вас было знанием. Но перед тем, как я, друзья, поделюсь, я вернусь к тому, как я вам уже сказал, то, что открыл лично мне Бог. Это по книге Кассиаста, вы можете не записывать, можете для себя записывать, на камеру снимается, вы даже можете телефоны не держать, не мучите свои руки, вот все снимается на камеру, и потом вы можете бесплатно подойти и взять, я думаю, организуем, это не будет платно, это все будет бесплатно, возьмете себе диски и будете дома прослушивать. Когда Бог начал со мной разговаривать, Он говорит, открыл мне вот такие интересные стихи, в книге Экклесиаста они написаны. Первая глава проповедника Экклесиаста, с 18-го стиха прочитаю. Потому что во многое мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Я когда услышал эти слова, не поверил. Ну как, ну как может быть? Умножать мудрость, потому что во многое мудрости, много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Я не согласился. Я сказал, Господь, я понимаю, что ты мне что-то хочешь сказать, но я с этим не согласен. Ну, мудрость, это всему голова. Все, что ни коснеет, мудрое решение, мудрый ответ, мудрый совет, это всегда в почете. А тут, потому что во многое мудрости, не горе от ума, это разные вещи. Горе от ума и во многое мудрости, это совсем разное. Потому что во многое мудрости, много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Вы со мной так же, друзья, можете не согласиться. Но после того, когда мы сегодня пойдем домой, я вам даю сто процентов, сто двадцать процентов, вы пойдете опечалены. Но я скажу вам, друзья, на основании Слова Божьего, на основании Слова Божьего, Иисус сказал, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Горе смеющимся ныне, ибо вы возрыдаете. Люди сегодня этого не понимают. И вот, когда Бог открыл мне другое место из Писания, это написано у пророка Осии, 4 глава, 6 стиха, истреблен будет народ мой за недостаток верения, так как ты отверг видение, это знание, то я отвергну тебя от священодействия. И в 9 стихе написано, и что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его. И когда я начал размышлять, что мне лучше, от недостатка погибнуть, или от великой мудрости быть печальным, и немножечко поскорбеть, я решил лучше поскорбеть, лучше быть печальным, и, друзья, почему быть печальным, я с вами, друзья, поделюсь. Вот сегодня был я на Братском, и там один брат так смело утвердил, он так, причем так конкретно утвердил. Я знаю, что Иисус Христос, мою бытность мне придет. И мне бы такое знание, чтобы утешиться своими словами. Но я знаю другое знание, у меня есть другое знание, и это знание приводит меня к печали. Почему? Я не живу, друзья, чтобы вы понимали, знаете, вот такую жизнь, у меня жизнь не мила. Мне каждый день мил. Я живу в прекрасном месте, в лесу, березы, сосны, у меня четверо детей, прекрасная жена, нету вообще думки, как зарабатывать деньги, не за счет церкви живу. Ну вот, конечно, пастора пристроился, чего бы голова болела. Вообще, в церкви за счет церкви не живу. И поэтому у меня прекрасная жизнь. И у меня есть на самом деле чего печальница. Многие, может, не понимают то, что я говорю. Я говорю, когда я понимаю, что время близко печаль берет. Единственная радость, которая берет за этой печалью, что Бог, когда придет за своей церковью, Он не на худшее ее возьмет, а на лучшее. На то, что говорит апостол Павел, на ум человеку не приходило. то, что глаз человеческий не видел. И на сердце даже, ну, не мог подумать даже об этом человек, но нам, говорит, это открыто Духом Святым, что Бог приготовил для любящих его. все святые, мученики, они и шли, они умирали, и они стремились в этот божественный город, в котором сам строитель и художник Бог. Поэтому, друзья, мы печалимся только по одной причине. Мы привыкли здесь на земле двигаться от веры в веру, от славы в славу. А здесь вот этот этап, мы понимаем, что он хороший, но мы мозгами не можем понять, насколько он хороший. Это нас приводит к печали, что лучше стениться в руке, нежели журавель в небе. Вот только всего лишь навсего. Вот этот момент у нас действительно как-то очень печальный. Но когда доверяешься Богу, знаешь, что ты в надежных руках, печаль это так быстро проходит. Я, друзья, сейчас вместе с вами открою книгу Даниила. Я хотел бы перед тем, как начну с пророчества Откровения Иоанна Богослова, прочитать из книги Даниила. Хочу немножечко сказать, друзья, что книга Даниила, она писалась с 550 лет до нашей эры. Когда я перешагну в Откровение Иоанна Богослова, это уже 100-летний период, нашей эры. Откровение, представьте, почти 650 лет Откровение одно от другого. Но оно один в один дополняет. Один в один дополняет. Кто-то из сестер мог бы быть смелым, чтобы рисовать мне вот здесь. Я говорю, что рисовать, что писать, писать, они будут писать. Может кто-то быть смелым? А братья могут. Братья могут. Я иду смелым. Смотрите, друзья, сейчас то, что я буду сейчас все читать, мы это изобразим на бумаге. И вы можете потом хоть посмотреть, хоть сразу для себя записать. Зачем это нужно? И почему я сейчас... читать Откровение Даниила седьмую главу. И я, друзья, прочитаю ее полностью. Почти полностью. Несмотря на то, что может что-то вам понятно, может вам что-то будет непонятно, но я ее буду читать полностью. А потом я уже вернусь и буду делать остановки на тех моментах, где бы я хотел, чтобы вы сконцентрировали свое внимание. В первый год в Алтасаре царя Вавилонского Даниил видел сон и пророческое видение головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела, начав речь. Даниил сказал, видел я в ночном видении моем и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря непохожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе невырванные были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги как человек. И сердце человеческое дано ему. И вот еще дверь, второй похожа на медведя, стоял с одной стороны и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так, встань, ешь мяса много. Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь, четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, а остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три прежних рога с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно. Видел я наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег, волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано насажению огню, и у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дало им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел бы, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть. Слава царства, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле мое, и видение головы мое смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, на это пожалуйста обратите внимание. По зверям понятно, что мы ничего не поняли. Мы только немножечко поняли, если вы обратили внимание, если нет, я немножко обращу внимание, что уже тут идет ветхи днями, вот сел, книги раскрылись, то есть идут события в одной главе, которые что-то говорят, потом четко говорят, что это уже конец света, и потом идет определение о этих царях, то есть идет речь о определении царств, которые будут существовать конкретно в последнее время. Почему сегодня толкований очень много? В каждый период друзья, все толкователи, все богословы, они толковали на тот период, который они видели, который был. Но Слово Божье, особенно вот эта книга Даниила, она Даниилу было непонятно. И когда Даниил начал нуждаться, то Бог ему сказал, Даниил, ты иди, ты хороший, благословенный, Муж Божий, иди, приложись к своим отцам. Вот многие в конце дней прочитают и они уразумеют это написано. Даже насколько был великий Даниил, ему многое было сокрыто. Говорит, но последние в последние дни многие прочитают и у них обновится знание. Они поймут, о чем идет тут речь. А ты Даниил иди, ты просто напечатай, запиши, как все ты видел, вот это запиши. И вот здесь Даниил дает откровение ангел. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. То есть будут четыре царства, ключевые царства на последнее время, в последний период, четыре царства, которых нельзя не обойти, не слышать и не знать о них. о них будут знать все вот эти четыре царства. Эти большие звери, которых четыре означает, что четыре царя восстанут от земли, потом примут царство святые всевышнего и будут владеть царством. Чтобы вы понимали, друзья, вот этот стих, когда примут царство святые, вот это произойдет лишь только при последней трубе, а последняя труба это седьмая. Понятно? То есть получается тут идет речь о этих царствах и конкретно говорится, что это царство, после этих царств святые овладеют всем. И вот сейчас, друзья, я хотел бы с вами поделиться, что эти за царства. Четыре больших зверя вышли из моря, с третьего стиха я вернулся, не похожи один на другого, первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли. Вот здесь пиши один и пиши лев. в скобках Англия, Великобритания. Вот о чем идет речь. Либо Англия, Великобритания, как вам оно близко по духу, так вы можете назвать. Теперь вот здесь поставь А и в скобках. Почему А? Потому что именно отсюда растут крылья. И вот эти крылья, они означают Соединенные Штаты Америки. Доколи не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги как человек. И по сегодняшний день, если многие понимают, в Англии так оно и является символ лев, но я говорю не только по символам, чтобы вы понимали, потому что если брать по символам, то можно немножечко уйти не туда. В США, в Америке по сегодняшний день таки являются символы орел, вот эти крылья орлины и человеческий облик дядюшка сэм, такого может знаете, американская всегда отличность, ну кто в советское время, то мы прекрасно знаем, что за дядюшка сэм, нас будут всегда кували с большой шапкой. Второе, не, просто второе, два, потому что вот здесь идет только речь о дверь, я и не делаю второе, это как первый зверь, который был виден, и вот еще зверь, второй, похожий на медведя, пиши, медведь, в скобках пиши, Россия, вот зверь, который похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его, ему сказано, встань, ешь мясо много, то есть, показывай свои челюсти, показывай свою мощь, классно, ешь мясо много, то есть, что хочешь, что делать, ему позволено это делать, затем видел я вот еще зверь, третий, три, как барс, на спине у него четыре птичьих крыла, четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему, именно этому барсу, дана была власть, барс. Я, друзья, так, если вас спрошу, на протяжении буквально короткого времени, возьмем, даже не будем много брать, возьмем 100, 150, как вы замечали, какое из царств больше так проявлялось в господстве, как вы наблюдали, может быть, или нет, о ком может идти речь, потому что тут сказано, смотрите, после всего я видел в ночных видениях, нет, затем видел я вот еще зверь, как барс, на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у него, у зверя сего, и власть дана была ему, вы наблюдали, может быть, какой из государств вот определенно имеет какую-то интересную такую власть, ну, чтобы вы понимали, друзья, что я имею подразумевание, вообще под властью, всегда, когда у человека есть власть, есть гонор, есть гонор, то есть, это не скромность, гонор, это всегда, что-то не так, я войною, что-то не так, я войною, что-то не так, я войною, вот какие из государств вы знаете, которые за последнее время конкретно начинали войны, совершенно верно, совершенно верно, Германия, Германия, власть дана ему, вот почему все войны, обратите, пожалуйста, внимание, все войны, без исключения, все войны начинала Германия, власть дана ей, а вот здесь напиши о скобках, у него четыре птичьих крыла, вот это напиши в скобках Франция, Франция очень уникальна сама по себе, и Наполеон там был, и все, кто там не менялись, они пытались устроить герб, даже у себя, сделать герб лилию, царскую такую лилию, все возвращались на гальского петуха, и так по сегодняшний день у них символ хальский петух, кто там видел, кто видел, что они лилия, как-то они не устаивали, а вот кто видит, что они символ петух, вот эти птичьи крылья, Франция, вот они как-то и утверждены по сегодня, почему именно вот Германия и Франция, я хочу, друзья, немножечко, уже когда дальше пойду о трубах, я вернусь именно почему они идут в паре, и вот смотрите, вот здесь мы видим, делай черту, 550 лет до нашей эры, напиши, 550 лет до нашей эры, вот сюда мы сейчас, друзья, моментально быстро переносимся в откровении Иоанна Богослова, то есть мы сейчас переносимся в нашу эры, то, что для нас интересно, а кто же сейчас, а кто, а как, потому что мы сейчас должен вот-вот выйти, антихриста, и вот здесь, о четвертом звере, то о четвертом звере, смотрите, как сказано, у Даниила, и вот здесь 4-й, 4-й, просто здесь, 4-ь, можно поставить здесь, 4-е, и поставь просто, большой вопрос. Почему вопрос? Потому что непонятно. Почему непонятно? Потому что я вам читаю. После всего я видел в ночном видении, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает, сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей. Десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, как глаза человеческие и уста, говорящие, были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие, высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, вот на этом я и становлюсь. Вот этот четвертый, он непонятный, он очень ужасный. Кто он, что он, откуда он, непонятно. И вот чтобы нам сейчас немножечко понять, в современном мире, нам нужно всего лишь навсего перешагнуть в нашу эру, открываем 13 главу Откровения Виана Богослова. Вот здесь мы уже не будем описывать, а вот здесь уже мы будем просто реально пытаться рисовать. И я, наверное, даже вот так нарисую. В общем, вот как бы что-то непонятное вот такое. И что в это непонятное входит? «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами». Внимательно, будьте внимательны, друзья. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять эльдим, и на головах его имена было хулия. Зверь, которого я видел, был подобен барсу». То есть, оболочка сама барса, мы видим что? Видите? Оболочка. То есть, по нутру, как бы, как бы, как бы, по-видимому, так и сказано, как бы, не конкретно, а вот как бы. Похоже на барса. «Ноги у него, как у медведя». Видите? «Как у медведя». «А пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». То есть, из этой всей интересной картины видно, особенно если выше взять, друзья, то вот здесь сказано, «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами». Если мы перешагнем быстренько в 17 главу Откровения Иоанна Богослова, то мы увидим, что вот эти, друзья, роги, кто является этими рогами? Двенадцатый стих. Нам не надо, друзья, даже ничего выдумывать. Нам не надо даже ничего, знаете, своего изобретать. Просто внимательно читай и следуй. Вот как написано в Слове Божьем, и оно сразу становится все понятно, о чем идет речь. «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царств, но примут власть со зверем, как цари на один час». То есть, если мы читаем 13 главу Откровения, «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, семью головами и десятью рогами, то есть десять царей». Это очень серьезно подходит под макет Евросоюза сегодняшнего. И вот, чтобы вы понимали, что именно Германия, не кто иной, а именно Германия, она инициатор Евросоюза. Она больше всего лоббирует все, что связано с Евросоюзом. Германия и Франция. Они вместе. После Второй мировой войны они единственные, кто вошли в коалицию для того, чтобы вот сделать, объединиться, для того, чтобы перестать проливать кровь людей. Благое намерение. Но с этого благого намерения без Бога получилось то, что получилось, или то, что получается. Мы это видим. И вот здесь, вот в этом интересном моменте, кого вы, друзья, не видите из вышесказанных? Нет, Англия как раз-то, а Англия сказана. Но почему России не видно? Если я вам прочитал, ноги у него, как у медведя. А их и там не говорится. О них и там не говорится. На самом деле. Почему Израиль вообще как бы особо никто не брет? Это особая каста. Они двигаются только как Бог посылает их. На самом деле, это люди благословенные. Они вроде бы играют роль, но их тут нет. Вот здесь мы видим. Что мы видим? Мы видим Англию, мы видим США, мы видим Россию, Германию, Францию. Франция, понятно, она вместе с Германией. Вот медведь уже о США, потому что, если о Барсе с крыльями, то там сказано, что оно вместе с Германией. И чтобы вы понимали, вот эти четыре головы, это первый рейх, второй рейх, третий рейх и сегодня четвертый рейх. Который причем без войны завоевал практически всю экономику. Качество сегодня кто, если что куплять, то Германия. Сегодня многие эксперты говорят, Германия завоевала весь мир без оружия. Своим интеллектом, своей культурой. Все равно господство очень сильно проявляется. И вот сегодня это господство, оно переходит вот сюда. А уже Соединенных Штатов Америки не видно. Где Соединенные Штаты Америки, я немножечко на основании Слова Божьего покажу, где находится сегодня, в каком измерении смотрит Бог на Соединенные Штаты Америки. Если бы сегодня, я скажу вам, политики наши, украинские, немножечко понимали бы вот эту структуру, по крайней мере, они бы не шли за Америкой. Не шли бы, не тянулись бы, не было бы этой войны. Я понимаю, что изменить времена и сроки никто из нас не может, ну, по крайней мере, хотелось бы пожить до самого пришествия нашего Господа в мире. Ел мороженое, и потом пошел на небо. Ну, хотелось бы. Могу я говорить вам, как мне хотелось бы? Ну, одно дело хотелось, второе дело то, что мы имеем. И вот здесь, друзья, мы видим очень интересную картину. Вот этот зверь. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря я зверя, семью головами, десятью рогами, на рогах его было десять и один, на головах его были имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. То есть, все, что в этой коалиции, все, что останется, вот льва это речь английская. Все, вся идеология германская, все, все то, что вот это, как бы предлагают, вот они уже. А ноги, конкретно, которые будут заправлять, которые будут идти, это Россия. И причем не просто идти, а так, как сказано, ешь мясо много. И вот это то, что сегодня мы начинаем очень интересно видеть. Второе, я хочу, друзья, обратить ваше внимание на 17 главу Откровения Иоанна Богослова. И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, говоря со мною, сказал мне, пойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих. Пожалуйста, обратите внимание, с первого стиха, что я читаю, что здесь идет речь о какой-то блуднице, которая сидит на водах многих. Я почему делаю акцент, чтобы вы сконцентрировали внимание, не потому, что вы неграмотные или не умеете слушать, нет, потому что мне приходилось много изучать, и я не понимаю, по какой причине я слушаю, и вдруг раз, куда-то я ушел, куда-то улетел, куда-то этот. Я понимаю, что сатана, он бодрост, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Многие научные деятели, они говорят, что мозг человека может воспринимать нормально 20 минут. После 20 минут все начинает человек. Я вам скажу, эта программа вообще не для детей божьих. Почему? Потому что Иисус Христос учил целыми днями, причем на жаре в пустыне. Вы это встречали? Апостол Павел учил детей божьих целую ночь напролет. И даже есть такой случай, как один упал с третьего этажа, и все прямо взбодрились в улучшении спать, и подальше от окна. Ну, такое событие было. Апостол говорит, не переживайте, даже не обращайте внимания, будет меньше спать на проповеди. Ну, так он сказал ему, меньше будет спать на проповеди. Если даже Господь уже усмотрел его забрать на небо, он не будет спать. А вы не хотите за ним. Все раз в окна слушайте. И всю ночь все слушают. Какие там 20 минут? Способен мозг слышать? Очень способен. И поэтому, друзья, откидывайте вообще мысль, то, что вы 20 минут можете воспринимать. Мы феноменальные люди, мы творение Божие. И когда Дух Господь нас касается, мы будем слушать, слушать. О, еще, 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 еще. Это нормально. Это по Божьему. Питаться Божьей пищей. И вот здесь, друзья, сказано, что один из семи ангелов, имеющих семь часов, сказал мне, пойди, я покажу тебе суп над великою блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее плододеяния убивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену. Обратите внимание, друзья, жену. В третий стих это уже совсем другая личность. Это уже не та блудница, а которая идет в первом стихе. Это уже идет совсем о другой личности. И он сказал об этой личности так. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Жена обличена была в порфиру и багряницу и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодействия ее. И на челе ее написано тайно Вавилон великий мать блудницам и мерзостям земным. И я видел, что жена упорена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, удивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, от начала мира видя, что зверь был и нет его. И явится. И вот здесь, друзья, я хотел бы ничего не толковать, как только внимательно прочитать и сконцентрировать ваше внимание на том, что уже ангел открыл. Нам не надо тут никакие богословы. Тут уже все написано. Просто внимательно сконцентрировать внимание на том, на чем сконцентрировали ангелы Господни. Как в Данииле я вам читал, да? Там же откуда выходит картину о этих царствованиях? Это ангел сказал, что цари восстанут. Это не я выдумал, я так думаю. Это ангел сказал, что это в последнее время будет. В 13 главе Откровения Иоанна Богослова я вам просто показал уже кто будет. То есть мы уже примерно определили по тому, что определили кто есть кто. И вот здесь смотрите, в 17 главе, которую я вам читаю, я забегаю наперед. Мне интересно, что вы услышали, кто такая блудница. с 15 стиха говорится, и говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки. То есть эти воды, на которых сидит блудница, воды, вот тут сказано, что это за воды, где сидит блудница, суть люди, народы, и племена, и языки. То есть, это государство, которое в себе сконцентрировало вот такую огромную, интересную массу людей. И племена, и нации разные, народы, племена, и языки. Вот если бы я вам задал бы вопрос, как вы думаете, на всей планете Земля, кто может быть похожим на вот это государство, в которое все так стремятся попасть. От нее все бежали. От Советского Союза все бежали. Все говорили, загнивающий Запад, и кто попадал на этот Запад, говорили, да, загнивающий Запад, запад загнивающий, но Запад вы слышите? Европа, Европа аналогична, она не тянет под эту опись. А вот Америка, она один в один ложится. Блудница. Блудница. И вот здесь вот интересно, как раз, смотрите, сказано, это, друзья, и пришел один из семи ангелов, он сказал, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. И вот мы смотрим в 15 стихе и говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы и племена и языки. И десять врагов, которые ты видел на звери, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, до кори не исполнятся слова Божьи. То есть, вот почему Соединенных Штатов здесь не видно. Потому что вот эта вся коалиция, вот эта вся коалиция, вот эти десять врагов, которые вот здесь, они возненавидят эту Америку. И они что-то сделают. И вот под это описание, конкретно вот этой блудницы, она как бы не сама Америка, а более конкретно вот эта опись попадает под один единственный город Нью-Йорк. Под Нью-Йорк. Почему, друзья, я прочитаю вам 18 главу и вы поймете. После цивой я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, Павел, Вавилон, великая блудница, сделала жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным виндом блудодеяния своего она напоила все народы и цари земные любодействовали с нею и купцы земные обратить внимание вот ключевое, которое более конкретно показывает именно почему это Америка, а не какое другое иное государство. Вот это блудница. Не только лишь по вот этим водам и по племенам, которые там стекаются, потому что действительно можно везде найти племена, но самого большего стечения и лояльного отношения вы не увидите нигде, как в Америке. Нигде. И цари земные любодействовали с нею и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос небоговорящий выйдет от нее народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба и Бог воспомянул неправду ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам. Вдвое воздайте ей по делам ее. В чашек, в которой она приготовляла вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, сижу я царицей. Кто у нас еще сегодня конкретно заявляет на всю страну, что мы самые крутые, что мы самые сильные, мы самые непобедимые. я не знаю смотрят телевые новости, но по новостям я только не слышу, что самая крутая царица, вот как тут написано, сидит она царицей, она сидит очень пышная, она очень такая знатная, она такая очень себя господствующая. И она говорит, я сижу в сердце, сижу царицей, и я не вдова, и не увижу горе, зато в один день придут на тебя казни, смерть и плач и голод, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошствовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали от страха мучения ее, говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых, серебряных, каменных, драгоценных, жемчула, висона, порфиры, шелка, баграницы, всякого благоводного дерева, и всяких изделий из лоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, из железа, из мрамора, корицы, фимиама, мира, ладана, вина, елея, муки, пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное, и блестательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем всем, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения, и плача, и рыдая, говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весон, и в порфиру, и в багреницу, украшенный золотом, и камнями драгоценными, и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали, и видя дым пожара ее, возобили, говоря, какой подобен городу, какой город подобен городу великому, и посыпали пеплом головы свои, и вопили плача, и рыдая, горе тебе, город великий, драгоценными, с ними которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час, веселись еще в небо, я уже радуюсь, и святые апостолы, я уже радуюсь, и пророки, ибо совершил Бог суд над ним. Я вам скажу откровенно, когда я слышу о беззаконии и о сонном царстве, которое находится в Америке, я так благодарю моего Бога, вы представить не можете, как я Ему благодарен, потому что 20 лет тому назад я упорно ехал в Америку, я ехал туда всеми правдами и неправдами, и Бог мне тихо проговорил, спросил меня, есть ли воля моя на то, чтобы ты туда ехал? Я на тот момент я слышал голос Божий, и я сказал ему, дорогой Иисус, вот если я конкретно стану в молитве, скажу, Иисус, Всевогущий Бог небо и земли, дорогой Дух Святой, открой мне, если воля ехать туда, а ты мне скажешь нет, я же знаю, я уже понял по твоему вопросу, как ты мне сказал, только спроси меня, я уже понял, что нету воли твоей, чтобы я ехал туда, но я хочу, а ехать не просто на Гавайи, на Гавайи, на Гавайи, это, ну, понимаете, это все, и я плакал за шторкой, в Украине ехал, понимал, что я уже прощаюсь с Украиной, плакал за этой Украиной, так за ней тужил, что я ее больше никогда не увижу, ехал в посольство американское, это было в Москве, как сейчас помню, все деньги, которые были у нас, мы вложили в это формление документов, и с женой поехали туда, когда зашли в посольство, Бог показал мне интересное видение, и тут документы, вот так, как бутылки на конвейере, на конвейере вот так, им кажется, крайне у меня этим документом, я молился искренне, чтобы Бог расположил сердце этого посла, а Бог показывает, его большая рука белая опускается, берет документы, убирает, отлаживает стороны, и дает мне четкое понимание, это твое, через 10 минут пришел посол, нашел вот такую, незначную, не из-за того я не люблю Америку, потому что они меня туда не пустили, не из-за этого, не из-за этого я хочу, чтобы вода горела синим пламенем, нет, но они меня не пустили туда, и когда я приехал в Горловку, я тогда молился, Господь, какова твоя воля, будет обо мне, ко мне такой страх пришел, и Бог направил меня в Золотоношу, я приехал в Золотоношу, для меня город чужой, вообще чужой, и в этом городе чужом Бог меня очень сильно благословил, и я так благодарен Богу, что Он не послал меня в эту Америку, почему? Потому что я сегодня слышу об этой Америке, насколько, почему она блудница, вот само слово, почему, кто-то задумался, само слово блудница, это говорит о том, что неверное, вот слово блудница, оно применяется к неверным, почему именно к Америке оно применяется, это неверность, так только вдуматься, только вдумайтесь, за счет зеленой бумаги, доллара, они роскошествуют, и причем роскошествуют очень хорошо, нам надо, чтобы валюта была, золото было у нас, а у них только печатный станок включают, и они за счет вот этого, ну, очень хорошо себя чувствуют, я говорю, без Бога, явно, у них бы этого не получилось бы, они, когда начинали, все на десяти заповнях, все Божьи законы, постоянно президенты, первые, посты и молитвы объявляли, первые, постоянно, всегда кричали, Бог, будь с нами, как только депрессия, они всех направляли, президенты, к Богу, а сегодня, что происходит, вот, паста Игорь мне рассказывал, торгует верующая сестра цветами, к ней подходят гомосексуалисты, гомики, подходят к ним, и покупают у них цветы, да, продает цветы, знают, что они, продают им цветы, без проблем, проходит время, а цветочных магазинов, тюма, полно цветочных магазинов, нет, они именно подходят к верующей, и говорят, у нас свадьба, украстьте, пожалуйста, мы хотим, чтобы вы украсили, всю нашу свадьбу цветами, так говорит, вы извините, но по своим убеждениям, я не могу этого делать, я не буду в этом участвовать, что она, что эта пара делает, идет в суд, подает в суд, судятся с этой сестрой, разорили ее полностью, разорили ее имущество, поставили ее полностью на колени, где это происходит в Соединенных Штатах Америки, приходит к пастору, говорит, пастор, сочетай нас, мы вот любим друг друга, и ты должен нас сочетать, пастора, которые богобоязненные, убирают руки, говорят, нет, нет, они идут в суд, суд заставляет, садят в тюрьму, и говорит, у вас небольшой выбор, либо извиниться, и сочетать их, либо закрыть церковь, и исчезнуть, мне хочется сказать, а где верующие люди в Америке, неужели этих гомиков, и лесбиянок больше в этой Америке, да нет, конечно, просто всем остальным нравится жить, как они живут, им не нужно ни пришествия, им не нужен ни дух святой, им не нужно ничего, им нравится так, как они живут, и почему я говорю, друзья, обогатились купцы, нигде, ни в одной экономике мира, послушайте, ни в одной экономике мира, нет такой структуры, как в Соединенных Штатах Америки, например, если я хочу продать этот микрофон американцам, его себестоимость 10 долларов, я привез его в Америку, я продал ему за 500 долларов, в Америке я уже продал этот микрофон за 500 долларов, не из Америки, а в Америку, если я товар привез, здесь он мне обходится 10 долларов, все его себестоимость, туда я микрофон его привез, и продал, и он получается, сколько я сказал, 500 долларов, если вот ты его купил, этот микрофон, ты простой человек, то тебе он обошелся, этот микрофон, 10 центов, ну вы уловили, не уловили, это трудно мозгами уловить даже, по какому закону, оно так может, может получиться, его себестоимость, 10 долларов, у нас здесь, я повез туда, и продал за 500, но если ты купил, для тебя это получилось, ниже даже той себестоимости, которая вот здесь, вот так у них закручена, вот эта экономика, потому все, кто туда попадает, на этот рынок, они богатеют, не вот все корабли, которые сказано, они покупают, очень просто, очень банально, все просто, и вот здесь, друзья, почему не видно, я вернусь, вот этой, Соединенной Штатой Америки, потому что, вот она, где находится, в великой этой глутнице, и вот я возвращаюсь, друзья, в 17 главу, теперь, о чем говорится, 17 глава, о жене, в третьем стихе, что же вот это за жена, а чтобы не толковать нам, друзья, что же за жена, вот это, я опять же, в 17 главе, возвращаюсь к 17 главе, книге Откровения Иоанна Богослова, на самый последний стих, это 18 стих, в 17 главе, что здесь написано, я вам прочитаю, жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями, услышали, жена, это получается, город, который царствует, над земными царями, как вам теперь понять, что же это за жена, я вам прочитаю, немножечко выше, ангелы дают нам подсказку, не я толкую, друзья, ангелы нам дают подсказку, ангел повел, и начал ему объяснять, и сказал мне ангел, вы слышите, друзья, кто сказал, пастор Василий приехал, золотоножий, или это сказал ангел, просто многие не обращают на это внимания, а это все просто, и все лежит на плащине, ангелы сказал, что ты делишь, что я скажу, жжу тебе тайну, жены сей, жена это, мы уже прочитали, кто это, друзья, жена, которая, я вам только что прочитал, кто это, вы услышали, поэтому, когда я вернулся, я сейчас говорю о жене, то вы сразу подразумеваете, что это идет речь, о каком-то городе, зверь, которого ты видел, и сказал мне ангел, что ты делишься, я скажу тебе тайну жены сей, и зверя, носящего ее, имеющего семь голов, и десять рогов, вот вроде бы опять же, как-то запутано, десять рогов, какие-то десять, смотри, тайну жены сей, и зверя, неносящего его, имеющего семь голов, и десять рогов, зверь, которого ты видел, был и нет его, выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся, те из живущих на земле, имена которых, не вписаны в книгу жизни, от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится, здесь ум, пожалуйста, отключите свой ум, вернитесь, если даже кто-то ушел, вернитесь, здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть, семь гор, на которых сидит жена, доступно и понятно, получается, что этот город, великий город, сидит на семи горах, их, друзья, я вам скажу, не так уж много, их маленьких городов, которые построены, более 60 тысяч, на них даже нет смысла обращать внимание, потому что это сказано, великий город, если брать по великих городах, то их 4, явно вырезанные, которые видны, что они действительно великие, и вот здесь, убери вот этот уже, тут, друзья, вам понятно, всем доступно объяснить, вот сейчас подойдем, вот к этим, вот к этим, опять же, вот так делать черту, или можешь даже вот так проведи, проведи вот так, и вот так. Первый город, Вавилон, который построен на семи горах. Второй город, Рим. Третий город, Иерусалим. Четвертый город, Москва. И вот смотрите, какая интересная картина, друзья, вырисовывается. Идет речь о великом городе. Давайте немножечко шагнем в историю, мы все немножечко знаем ее. Вот по этим городам. Был ли Вавилон великим городом? Был. Ставим плюс. Мы просто сейчас рассматриваем, вы поняли, как вариант. Мы пытаемся увидеть, мы пытаемся постараться понять, а кто же из этих городов? Был. Рим. Был империей? И кто-то подсказывает самое сильное. Действительно, правда. Правда, это так. Во времена Иисуса, даже когда Иисус пришел, была Римская империя. Иерусалим. Был ли? Был. Во времена Давида, во времена Соломона? Был. Москва. Была или в прошлом? Так была или не была? Ставите плюс или минус. Подскажи. Иерусалим. Иерусалим. Это же была, ты Иерусалим. Что мы рассказывали? Я против. Я против. Да, голосуем. Была, друзья. Была. Сколько стран соединяйтесь был лозунг? 15 стран соединяйтесь. Герб. И даже по сегодняшний день, если будете читать, сумел объединить. Так это при советском. А если взять чисто исторически, то люди, которые в этом копошатся, то они уже увидели имперские амбиции в тысячу, даже в тысячу, короче, в каком-то там, в двухсотом уже, они увидели корни российской, ну, только вот эти амбиции их нет. Был. Теперь Вавилон. Вот сюда. Переносим Вавилон. Является ли Вавилон сегодня господствующим городом? Нет. А чего нет? Ворошего нет. Я думаю, уловите вы или нет? Вавилона нет. Совершенно верно. Слава Господу за благословенного брата. Вавилона нет. Вот поэтому я ставлю минус. Вот здесь. А где делся Вавилон? Его сам Бог уничтожил. Сам Бог его уничтожил. Его нет. Является ли сегодня Рим господствующим великим городом? Просто и наш Ватикан. Нет, именно Рим. Не только, именно Ватикан. Друзья, нет. Это правда, нет. Рим сегодня, он реально находится, как и Греция, практически в предотвратном состоянии. И это мы прекрасно понимаем. Нет, он не является. Является ли сегодня Иерусалим вот этим господствующим городом? Нет. Не является. Он воюет с сектором газа. И у них такие роды тяжелые. Все им так всегда легко давалось. Сектор газа не могут у себя прибуркой. Святую гору не могут освободить от исламистов. Но это опять же, они просто так, что это не хотели бы. И здесь есть пророчество, которое должно сбыться. Храм может построиться на Святой горе. И одна часть должна быть попираемой язычникам. Поэтому это не так просто, как думалось или хотелось бы. Все сконцентрируется. Вот почему кто-то говорил на Израиле. Мы вообще Израиль не берем. Израиль, последний аккорд, причем красивый аккорд, заиграется именно в Израиле. И он говорит победоносный. Победоносный. Бог, Он великий. Он всегда в обещаниях верных. Является ли, друзья, Москва сегодня имперской столицей, под которой находятся другие государства? Да. В принципе, конечно, в принципе. А Белоруссию вы не считаете? Ну, она да, маловато так Белоруссия. А Казахстан? А вот этих чеченов, что только взять? А вот это Приднестровье, которое под себя подмяли? А Евггразийский союз, который они объединяют? Кто-то видит, смотрит на это? Наблюдают? Амбиции какие? А что с Украиной они затеяли? Не просто штат. Не хочет Украина быть в этой колонии? Есть, конечно, друзья. Вот здесь очевидно, видно то, что видно, то, что нельзя прятать, то, что реально просто сегодня маловажно открою, посмотри, поисследуй. И вот такого, такой мощи, как сегодня есть у Москвы, друзья, я особо не вижу. И вот дальше, вот здесь написано еще очень интересный момент. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, обратите внимание на вот этих царей, из которых пять палит, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, и есть восьмой, исчезла семи, и пойдет в погибель. Другого маркера нету, да? Я так, маркера, у кого нет маркера запускового? В кармане? Ваши наши. Семь. Из них, друзья, пять палит. И семь царей, из которых пять палит. Один есть. Это шестой. Внимательно слушайте. И семь царей, из которых пять палит, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. Вот этому. Получается, седьмому. Недолго быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, из числа семи. Он восьмой, он восьмой, он восьмой. Давай, давай, есть. Ночи все стоим. Дети божьи. Смотрите, о чем идет речь. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, из числа семи. Видите? Как указывает. Как указывает правление. Очень интересное правление. Он получается шестой. Семь царей, из которых пять палит, один есть. То есть, это какой есть? Шестой. Другой еще не пришел, седьмой. И когда придет, недолго ему быть. И вот обратить внимание. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой. Из числа семи. То есть, вот это сама, может быть, для кого-то покажется мудреным. Вот это что-то куда-то, куда-то кто-то пошел, куда-то. Я вам расскажу проще. Доступнее и понятнее. Это идет речь. Вот это идет. Вот именно вот отсюда, если взять, рассматривать. Не отсюда, где палит, а именно вот отсюда рассматривать. Это идут демократические выборы. Он был шестым, потом стал восьмым. Соединенные Штаты Америки, они сразу отпадают. У них такого просто даже не может быть. У них максимум, если тебя выбрали, ты можешь быть два раза. И потом исчезаешь, больше не мешаешь. Просто почетный был президент. То есть, вы понимаете, сами в Соединенных Штатах Америки, оно напрочь, даже сама система, она отвергает вот это. Если взять, друзья, до буквально Советского Союза, вы много помните, чтобы избирали мы генсеков? Кто избирал? Кто голосовал? Ты голосовал? За кого ты голосовал? Не, я не голосовал. А я вам неинтересно, за кого ты голосовал? Ну, не было же этого. Там назначали. Там назначали. Не угодные убрали. Назначали. А здесь, друзья, сказано, выборы. Почему выборы? Он был шестой, и потом пасует на седьмого, и он дает вот это потом на восьмого. И он приходит восьмой. Но уже когда приходит восьмой, то он уже приходит под названием зверь. Если шестым он был просто правитель, просто правитель, то уже вот, минуя семерочку вот эту, минуя вот этого короткого царя, уже вставляя в это правительство, он становится уже зверем. Понимаете, о чем я говорю, друзья? Или это очень запутанно? И вот теперь смотрите. Я слышу, друзья, что кто-то из вас уже говорит, да, понятно, седьмой это Медведев, восьмой это Путин. Тут все понятно. Друзья, я этого не говорю. Я этого не говорю. Но я показываю вам на то, что на самом деле очень, 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 вы знаете, похоже, очень похоже. И поэтому нам сегодня стоит присмотреться. Почему? Потому что вот мы здесь смотрели, что опять же, вот Россия, и вот здесь ноги, ноги, идет Медведь. Вид? Россия. Она играет, вот именно вот в последнее время, не последнее, ну вообще она, она идет одна из самых таких, как бы ведущих. вот здесь мы смотрим, по вот этому всему, по вот этим горам выпадает Москва. Правление, о котором вот здесь похоже, оно действительно похоже на вот то, что происходит, произошло сейчас в России. это очень похоже. Медведев был. Недолго был. Поулыбался, я отдал. Это похоже, друзья, но я не говорю. Почему я не говорю? Для того, чтобы мы наблюдали. Чтобы мы не утверждали, что это истинно, что это так. Для того, чтобы мы наблюдали. Если это действительно так, то что-то должно дальше вытекать очень серьезное, очень негативное, очень плохое. По крайней мере, друзья, для верующих людей, я скажу вам, ничего хорошего не будет. Почему? Здесь на земле. Почему? Потому что мы привыкли, хорошее, это когда мы молимся, господствуем, проповедуем и идем. Поэтому уже в Донецке, вот пастор приехал с Горловки, уже на Донбассе этого нет. Уже на Донбассе забирают церквя, уже на Донбассе верующих выгоняют. Уже на Донбассе, так просто ты не проповедуешь, как я вам говорю. Уже на Донбассе утверждают одну единую религию. Почему одну единую религию? Потому что религию, потому что вот именно о этой одной религии сказано, что зверь и лжепророк должен быть. Зверь и лжепророк. Это серьезные моменты, которые, друзья, ну как бы надо учитывать. И я хотел бы, друзья, не знаю, сколько сейчас время пошло уже? Вы до утра готовы, да? Друзья, давайте, смотрите, у меня есть, есть еще, мог бы я с вами, это тоже мог бы поделиться, это по трубах, которые трубят, и по печатям, которые открываются. Я думаю, что это займет буквально хороший-хороший-хороший час, а то может даже быть и больше. Я как бы вам и обещал быстро говорить, но думаю, не буду быстро говорить. Поэтому я думаю, друзья, может быть, если вам интересно, мы перенесем это на другой какой-то день. на завтра? А? На завтра? Нет, я просто предлагаю, друзья. А вы, нет, я могу и сегодня. Сегодня. А вы сегодня? Давайте, друзья, давайте, друзья, вот здесь проявим демократию. Я всегда за теократию, за божественный порядок, а вот сейчас хотелось бы демократию. Давайте, друзья, как вы смотрите по своему сердцу, как вы смотрите по своему, как бы, дерзновению и тому подобное? Кто за, чтобы мы в другой раз преподали? А в другой раз это тоже надо. А мы договоримся. Матра? Она надолго не надо. Всего. Давайте так. Я понимаю, что все спешат просто домой, потому что маршрутки не могут ходить и нам просто трудно добираться. Если братья на машинах послужат потом развести, то мы можем, короче, задержаться. Как такой вариант? Маршрутки дай халя. Не, ну просто если какую-то полуночарку... Юра, у меня полутора часа. Юра, полутора часа больше не пишет. Я на вас скажу, что... Ну ты сейчас просто не можешь пока пока демократический выбор. Который преподавал, венчал меня в церкви, очень благословенный служитель. И мне хотелось бы, друзья, вот в нашей церкви мы в это воскресенье делали молитву. У него есть дар развлечения духов. И мы молились в это воскресенье. Довольно очень интересная была молитва. И быстро так люди проходили. Я даже стою на молитве и так с закрытыми глазами стою, а смотрю, люди продолжают дальше идти возле меня. Думаю, только молитва началась, а они уже куда-то уходят. Открываю глаза, люди как стояли, так и стоят. Я тогда задал вопрос, а кто же пошел? Вы поняли, нет? А кто же вышел туда? Если он стоит, кто же вышел? И были такие люди, которые стояли, они продолжали стоять, и я замечал, что на их молитве то выйдет, то опять зайдет, то выйдет, то опять зайдет и раза три. И так с одного человека так и не вышел, и опять заново в нем не остался. Что осталось, я не знаю. Но не думаешь, что это благодать. Это очень интересные моменты. Я думаю, друзья, может, если вам интересно, то просто переключимся на молитву, и у кого есть желание, и я хочу сказать, друзья, о том, что ваша церковь, она сама является большим благословением. На самом деле, вот Ваня, когда пригласил меня к себе домой, на дачу, и когда я первый раз приехал, там было много братьев, был Юра, мы провели прекрасное время в молитве, в общении, и потом братья приезжали ко мне домой, и мы также провели в молитве. И что я увидел? Что именно в молитве, когда вместе мы молимся, вот так дружно молимся за того человека, который подходит, который нуждается. Слово Божие говорит, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует, по воле изреченного. И мы просто видим человека, мы видим сестру, и мы молимся за сестру, мы молимся за брата, все единодушно подвязываемся в молитве. И я увидел такое благословение. Это не менее благословение. Друзья, вы услышали слово. У Языкия сказано, что куда войдут две струи, все будет живо. Два потока. Куда войдут два потока, все будет живо. Два потока, это имеется в виду. Один поток, это Слово Божие. Второй поток, это молитва на иных языках. И вот когда входят в человека, вот эти два потока, человек оживляется. Я не думаю, друзья, что, вот вы говорите, не соберемся. Я вам скажу, соберетесь. Соберетесь. Почему? Потому что мы понимаем все. Внутри мы понимаем, что это последнее время. И мы спешим. А куда спешим? Куда спешим, послушаем? Вот я не зря попросил, чтобы Лина вышла, засвидетельствовала. Они спешили, они рассказывали, как они все в дом тянули, все для дома, все. Куда они спешили? Все забрали. И теперь большой вопрос, вернутся ли они уже в свое житие? И захотят ли они вернуться? А может быть, даже многие уже разбомбили даже дома. И то, что вот это начинается в округе, оно вряд ли, друзья, уже успокоится. Если оно началось, то оно началось, и я уже на следующее учение, когда буду вам рассказывать, то я вам буду рассказывать о печатях и о трубах. Я вам сейчас скажу, друзья, просто наперед забегу, их протрубило уже пять труб. Шестая труба. У меня под большим вопросом, что она, мне многие спрашивают, как ты думаешь, затрубила ли шестая труба? По действиям, которые я вижу, я говорю, она затрубила. Потому что то, что я вижу, оно соответствует Библии. Она затрубила, шестая труба. Но, последствия еще этой трубы я не увидел. Потому что, когда гремит гром, или вернее, близкнула молния, потом, через какое-то время, мы видим гром. Так вот, молнию, если брать, вот так конкретно, по шестой трубе, она уже блеснула. То есть, то, что надо было начаться, уже началось. Но, самих действий, которые должны произойти, они еще не произошли. Вот, они должны вот-вот, вот-вот произойти. И, когда смотришь, что это все так близко, и так все серьезно, понимаешь, а что понимаешь? Понимаешь, что за шестую затрубит седьмая труба. И, вот именно шестая труба, друзья, она определит, где вы дальше будете. Особенно верующие люди. То ли вы примете начертание в легкости, отстаивая свои дома, отстаивая свое имение, в легкости. То ли вы, на основании Слова Божьего, понимаете, что начертание нельзя принимать ни в коем случае. Что такое начертание? Это на руке будет и на лбу, всего лишь маленький читик, начертание, надпись какая-то, но без нее ты не купишь и не продашь. Бесполезно доллары прятать. Бесполезно надеяться на золото, потому что все это рухнет, как мыльный пузырь. И вот сейчас многие хватают доллар, покупают доллар. Друзья, не стремитесь. Он поднимется до определенного момента и лопнет, как мыльный пузырь. Это все надуто. Это бумага, которая надувается, все это лопнет, как мыльный пузырь. Поэтому сегодня единственное, что может нас защитить, верующих детей, это вера в живого Бога, знание о нашем Боге, что нас ждет, куда нас ждет. И потому что я не хотел бы, почему я хотел бы остановить и сделать перерыв, потому что вот дальнейшее, о котором я буду говорить, оно коснется более церкви. Оно конкретно будет сказано о церкви. Потому что здесь я затрону не только вот эти трубы, я затрону не только вот эти печати, а я затрону еще период церкви. Потому что церковь, она сегодня получается делится на две группы. Одна группа, которая войдет в невесту, и это факт, и она не вкусит никаких скорбей, ничего с невестой не случится. И второе, и второе, друзья, что произойдет, это уже конкретно гонение на церковь. То есть та, которая останется на земле, то в Библии сказано, что сатане дала власть вести войну со святыми и победить их. Вот здесь уже сказано, что дана власть победить их. Тут безоговорочно, четко понятно, что ты будешь побежден этой системой. Либо покоришься под эту систему, недолго проживешь, 42 месяца, это три с половиной года, это немного, после чего пойдут казни от Бога. Боже, сохрани помимо, чтобы от недостатка знания погиб народ. То, что я вам сказал, лучше попечалиться, но знать это знание, и быть готовым, и готовить своих родных, готовить своих близких, готовить. И я очень благодарен на самом деле божественному человеку Юрию, я его так и называю всегда святой человек, когда я звоню, святой человек, свят Божий человек. Он очень интересный человек, близок действительно мне по духу, ищет Бога, любит Бога, и благодаря ему эта встреча и организовалась, и благодаря Юрию Бересу, спасибо ему, который не отказал, потому что многие пастора, они закрывают, зачем нам надо. Мы знаем четыре классических вариантов. И все, нам другой больше ничего не нужно. Их все устраивает, и я вам скажу, друзья, больше, можно я с вами немножко поделюсь больше? Можно, да? Но откровения делимся, можно? Мое огромное желание, огромное желание приехать в Черкассу и начать трудиться, для того, чтобы люди как можно больше знали о Боге, понимали это время и пребывали в молитве. Но не церковь открывать, чтобы понимали, не церковь открывать, а может быть даже вот так он и произойдет, что вместе, совместно с Юрой в вашей церкви, возможно, такой вариант, возможно, вместе с вами в этом городе начнем работу для Господа нашего Иисуса Христа, потому что я не претендую на то, чтобы быть пастором в этом городе. Зачем изобретать велосипед, когда он уже прекрасно изобретен, даже вот взять Юрию, я Юрию рассказывал, да посмотри у вашего пастора, какое благословение, это же сколько лет он вот это все наживал, это же не даром вам упало, правда? Это вы столько наживали, поэтому здесь прекрасное тепло, раздеваться можно, молиться можно, немножечко как бы приготовить свое сердце, чтобы подольше молиться, и можно поститься и молиться, и я верю, друзья, что в городе Черкасса много таких людей жаждущих. Кто-то в это верит? С других церквей, я в это верит, и даже, потому что я услышал, как пастор, я не хочу ничего плохого говорить, но для меня было знак, что я от этого пастора могу научиться, если он говорит, ты знаешь, что мой бытность в Христос не придет. Деррик Принц, он очень хороший учитель, кто-то может читать, читал его книги, знает, я, по крайней мере, мало его, чуть-чуть, если начинал читать, в основном о нем много слышал, и вот сегодня разговаривал со своим пастором, он напомнил мне цитату из книги Деррика Принца, так Деррик Принц учит, что состояние, ожидание Иисуса Христа, оно, это нормально, здоровое и присущее, даже в тех отцах наших, которые ждали и уже умерли. Это нормальное состояние, это не больное воображение. Иисуса ждал, а он не пришел, вот видишь, дед мой ждал, правый он там ждал, да, так, в Слове Божьем так именно и сказано, что именно в последнее время найдутся наглые ругатели, которые именно на это ткнут, но где же ваше пришествие, где же пришествие Господа, все остается так же, вот отцы ваши умерли, деды ваши умерли, они верили, а все остается так же, но Слово Божье говорит, говорящие так не знают, говорящие так не знают, что сначала небеса составлены были из воды и водой, потому тогдашний мир был потоплен водой, я когда бы это прочитал, не понял, когда начал вникать в сотворение мира, как Бог сотворил небо и землю, точно думаю, да никогда не подумал бы даже, и сотворил Бог твердь, и отделил твердь от воды и над водой, надо же, получается, вода, прослойка воды, она вот эта огромная прослойка воды там существовала, а я смотрю, как в космосе они пьют воду, вы видели, как они пьют, как эти плавают так романтично, мне самому захотелось бы так воду попить, шарики такие, хлопают эту воду, мы прям романтика такая зела, и представьте, вот эта романтика в невесомости, вдруг открываются окна небесные и заполняют всю землю на много, на много, на много метров выше самой высокой горы, вы можете представить, какая сила хлынула, вот этот потоп, он пришел на землю, потому что, говорит, не знают они, что это уже была вода приготовлена, так и нынешняя, говорит, небеса, так и ныне, сегодня обетование есть уже готовый огонь, он уже готовый, и он придет обязательно этот огонь, но он придет не для того, чтобы уничтожить верующих, он придет для того, чтобы истребить неверующих, поэтому давайте приступим к молитве, вы не против? Или помолимся молитвой веры? А мы потом после молитвы договоримся, как раз помолимся и подумаем, или помолимся молитвой веры, знаете, как молиться молитвой веры? Не знаете, я вам скажу, жена подходит, муж подходит к жене и говорит, вернее, жена подходит к мужу и говорит, давай помолимся перед тем, как пойдем на работу, он говорит, а как ты хочешь, чтобы мы помолились, молитвой веры или с назиданием? Конечно, молитва и веры. Господи, благослови нас, пошли на работу. Это молитва и вера. Поэтому, как вы хотите, чтобы мы закончили служение сегодня? С верой или с назиданием? С назиданием. Давайте тогда, пожалуйста, уберите кафедру и сюда.